Приветствую вас, господа трейдеры, на очередном еженедельном обзоре финансового рынка. Меня зовут Евгений Багураев. И мы сегодня составим торговые планы на предстоящую неделю по валютным парам, CFD контрактам, по золоту, биткоин разберем, ну и, конечно, индекс SP500. А, кстати, по евро-доллару я вас предупредил о том, что у нас формируется пин-бар в Telegram-чате. Я вам об этом сказал. В принципе, мы видим, что действительно он очень хорошо отработался. Обратите внимание по поводу союзников-противников. Как работают союзники-противники? Последнее время почему-то союзники-противники работают очень плохо. В том плане, что раньше, если вы помните, то если евро-доллар шел вверх, то фунт-доллар тоже шел вверх. Ну и также наоборот. А сейчас уже каждая валютная пара все-таки живет своей жизнью, но при этом у нас отлично отрабатывает пин-бар. Итак, индекс доллара. Сейчас цена находится выше уровня 99.80. Это говорит все-таки о наличии восходящего тренда. Естественно, закрепление ниже уровня 99.80 даст возможность для нисходящего движения. Итак, закрепление уровня ниже 99.80 даст возможность для нисходящего движения. Ну и естественно, сейчас мы пока ожидаем восходящее движение, но не забываем, что у нас здесь сформировался, может быть, такой не очень хороший, но пин-бар. И поэтому есть возможность, что мы действительно сейчас закрепимся ниже уровня 99.80. И тогда уже будем спускаться куда-то в диапазон уровня 98.78. Ну и естественно, поглощение этого пин-бара даст возможность для дальнейшего роста в диапазон 100.94 и дальше. Итак, валютная пара евро-доллар. Ну, кто отработал пин-бар, те молодцы. Пин-бар, как мы видим, отличный. Я вас о нем предупредил, потому что здесь просто на самом деле он был очень красивый и, кроме того, здесь еще и неплохой уровень. Вот он уровень, в принципе, вы его видите, да, он у нас отрабатывался очень хорошо. И именно этот уровень, обратите внимание, что пин-бары, вообще, в принципе, если вы хотите работать пин-бары, если вы хотите работать разворотные свечные фигуры, то необходимо обратить внимание на уровни, на которых работают эти фигуры. Вот у нас здесь был уровень, и мы видим, что у нас здесь уже был пин-бар. Вот он этот пин-бар, ну то есть или молот. Вот он молот, и он отлично отработал, он дал восходящее движение. На этом же уровне у нас опять работает пин-бар, и опять он дает разворот. То есть нужно обращать внимание именно на те уровни, на которых работают фигуры, потому что есть уровни качественные, есть уровни некачественные. Но опять-таки я всегда всем рекомендую, если вы работаете с фигуры, именно свечные фигуры, то необходимо это совмещать с уровнями поддержки и сопротивления. Это обязательно условие. Я считаю, без этого работать с свечными фигурами просто бесполезно, потому что пин-бары можно найти и на каком-то сильном движении, но при этом если нет никакого уровня, то и вероятность будет очень мала. Вот здесь, кстати, тоже обратите внимание, был отличный уровень поддержки. Вот он, отличный уровень поддержки, то есть здесь у нас хорошая качественная поддержка. Мы сделали ложный пробой этой поддержки, пошли вниз, опять-таки сформировали пин. То есть его можно было отрабатывать, потому что он вместе с уровнем. Сейчас у нас то же самое, в принципе, здесь пин-бар был, вход был хороший. Я, естественно, его отработал, в принципе, я из-за этого вам писал, из-за того, что я его отрабатывал. Поэтому я вам писал, чтобы обратить внимание, что может быть пин-бар и может очень даже неплохо отработать. Итак, как сейчас торговать валютную пару? Ну, кстати, быть может, мы еще и сформируем усеченку, поэтому мы можем рассмотреть еще и в том числе продажу. Сейчас у нас есть волна А вверх, вниз коррекция волна Б и вверх формируется волна С, пока она еще не сформировалась. Почему не сформировалась? Потому что мы не пробили уровень 88,2. Я думаю, что мы все-таки его, наверное, пробьем. Ну, было бы очень неплохо, чтобы мы его пробили. Вот. Если мы его пробьем, то у нас, соответственно, сформируется восходящая конструкция. По восходящей конструкции нужно будет построить наклонный канал и уже искать продажу на завершении этой конструкции. То есть построили наклонный канал. Ну и, соответственно, если вдруг будет разворот, то мы пробили наклонный канал, после этого получили волну коррекции, волну Б и после этого продали. Продали на формировании нисходящей конструкции. Как сейчас с покупками быть? Потому что, понятное дело, что многие хотят купить и, в принципе, это нормально. Конечно, было выгодно покупать здесь, но здесь уже поздно. То есть здесь уже покупать не стоит. Поэтому, как вариант, можно купить на пробитии нашего максимума, на пробитии уровня сопротивления 1.08.91. Что это будет за покупка? Давайте перейду на таймфрейм H4. Кстати, мы здесь уходим во флэт, как вы видите. В таком случае мы предполагаем, что это А, это Б, это А, С, Б, С, С. Такой у нас получается простой торговый план. И первая цель при таком торговом плане 1.08.86. Стоп, конечно же, необходимо поставить под уровень поддержки. Обратите внимание, что уровень поддержки очень качественный. Мы здесь бились и здесь бились. То есть в идеале мы пробили буквально на несколько пунктов для того, чтобы вынести стопы. И все. То есть задача была вынести стопы. Здесь эта задача отлично была отработана. Соответственно, стоп 1.08.13 и покупка 1.08.91, если вы не отработали пин-бар. Если вы отработали пин-бар, я вас поздравляю, все очень классно. Вы зашли очень дешево. 1 к 1 вы уже забрали по той причине, что вот он наш пин-бар. То есть получается стоп-лосс за фигуру равен 13,5 пунктов. Вверх мы уже прошли 23. То есть 1 к 1 вы в любом случае должны были уже закрыть и ваш риск должен быть равен сейчас нулю. То есть если даже будет разворот, то даже если вы не передвигаете стоп без убыток, то в любом случае вы ничем не рискуете, потому что вы получите стоп равный прибыли. Поэтому ваши риски равны нулю. Так, здесь мы с вами разобрали покупку, разобрали продажу. Что у нас по круглым уровням? Кстати, мы заходим в диапазон круглого важного уровня и как вариант можно будет рассмотреть, в том числе можно будет рассмотреть и продажу. То есть поднимаемся в диапазон круглого важного уровня 1,09 ровно, желательно к круглому второстепенному 1,09,20. И после этого на формировании нисходящей конструкции, где волной А протестируем 1,08,80, после этого получим коррекцию волну Б 1,09 ровно и после этого продажи ниже 1,08,80 на пробитие круглого второстепенного уровня, закрепление часовой свечи ниже круглого второстепенного уровня. То есть таким образом можем рассмотреть продажу. Ну а покупку мы с вами уже разобрали, поэтому нет смысла ее здесь разбирать. Валютная пара фунт-доллар, кстати, обратите внимание, у нас формируется пин-бар на таймфрейме H1 сложным пробитием. О чем это говорит? О том, что у нас в принципе есть возможность отработать просто пин-бар, если он будет. Дело в том, что еще осталось 8 минут, может быть его и не будет, но если будет, то можно на пробитие фигуры войти в покупку. Пока пин-бара нет. Обратите внимание, что, давайте еще увеличу, что тело очень большое. Это не пин-бар. Это не пин-бар, тело огромное. Если мы сдуемся, тогда это будет пин-бар. Сейчас пин-бара нет. Вот здесь очень важно отличать, пин-бара сейчас нет. Поэтому сейчас покупки рассматривать я не рекомендую. При этом, давайте проверим 88,2 пробили или нет. Я думаю, что мы его не пробили. Да, конечно же, мы его не пробили. А значит, мы можем рассмотреть покупку. Я сегодня для вас составлял торговый план на покупку. Волной А пробили наклонный канал. Мы его пробили. Давайте немного поправлю наклонный канал. Вот он, наклонный канал. Мы его уверенно пробили. После этого коррекция волна B. Коррекция волна B. И, соответственно, покупка на пробитии предыдущего максимума. То есть на пробитии уровня 1,25,20. На пробитии круглого второстепенного уровня мы покупаем. Точка входа на откате B. В таком случае мы предполагаем, что все движение вверх это волна A. Вниз коррекция волна B. А, C, B, C, C. Обязательно на максимуме. В диапазоне 1,26,40. Фиксация 1,2 прибыли. Перевод сделки в без убыток. Это обязательное условие. Стоп кидаем под минимум. Дело в том, что здесь нисходящая усеченная конструкция. Поэтому смело под усеченку можно кидать стоп 1,24,03. Ну, 1,24 давайте круглый важный уровень. 1,24 это наш стоп-лосс. Покупка 1,25,20. Первая цель 1,26,40. И дальше 1,27,50. Конечная цель для покупки. И когда рассматривать продажи. Продажи давайте рассматривать на перевороте. Дело в том, что сейчас уже дороговато. Вот если мы получим еще одну усеченку. То есть у нас же здесь очень классный уровень. Обратите внимание. Поэтому если мы получим этот уровень, тогда уже можно будет рассматривать продажу на формировании нисходящей конструкции. У нас, кстати, и скользящие говорят о том, что тренд восходящий. То есть скользящие явно за восходящий тренд. И поэтому я не спешу рассматривать здесь продажи. Вот совсем не спешу, потому что тренд пока еще восходящий. Кстати, обратите внимание, пин-бара нет. Еще раз обращаю ваше внимание. У нас тело такое же, как и тень. То есть здесь пин-баром даже и не пахнет. Это для тех, кто хочет быстро заскочить. Поэтому у нас и точки входа на формировании конструкции. Или на формировании красивого пин-бара. Красивая. То есть фигура должна быть красивая. Понимаете, в чем дело? Здесь была фигура красивая. Здесь маленькое тело, огромный хвост. Можно отрабатывать один к одному. С большей вероятностью мы отрабатываем. Здесь я никакой красоты в этой фигуре не вижу. Это просто свечка, у которой есть большое тело, большая тень. И все. То есть, конечно же, это никакой не пин-бар. Также можно рассмотреть более внутреннюю точку входа, если вы хотите пораньше. В принципе, ничего плохого в этом нет. Давайте покажу, как это делать. Мы предполагаем, что это А, это Б. Соответственно, по этой волне Б мы строим наклонный канал. Построили наклонный канал по предполагаемой волне Б. И покупка на формирование восходящей конструкции, которая завершит эту нисходящую конструкцию. Мы же не можем войти против тренда, правильно? А значит, этот нисходящий тренд нам нужно завершить. Завершить формированием восходящего тренда. А значит, пробиваем наклонный канал, получаем волну коррекции, волну Б и покупаем. Но, но очень важный момент. Если мы рассматриваем такую покупку, я не против этой покупки. Я не против ранних точек входа, когда они выполнены грамотно и соблюдены все правила. Какие правила? Правила очень простые. Мы должны обязательно на ловушке, не доходя до круглого второстепенного уровня 1.25.20. То есть, вот она наша ловушка. Давайте мы ее прям четко отрисуем. Вот она ловушка. 1.25.15 это первая цель. Нравится, не нравится, здесь нужно фиксироваться. Вот она первая цель. Здесь вошли на формирование восходящей. То есть, волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и купили на пробитии предыдущего максимума. На ловушке обязательно зафиксировали первую цель. Обязательно. Дальше без проблем держите по торговому плану на H1. Я не против. Можно держать вплоть до уровня 1.26.40. Возьмете огромное соотношение. Все супер. Но первую цель надо брать на ловушке. Почему? Потому что ловушки дают, как правило, ну не как правило, просто ловушки очень часто дают разворот. Дело в том, что большинство трейдеров, которые торгуют, они думают, что если мы пробьем уровень, значит надо войти. В принципе, нормальное, логичное вообще представление входов. То есть, нужно изменить тренд, поэтому нужно войти. Все правильно. Но об этом же знают и крупные участники, которые как раз и охотятся за вашими стопаками. Поэтому можно отработать и раннюю точку входа. Я за. Я за. Но, опять-таки, условия я уже сказал для того, чтобы эту раннюю точку входа отрабатывать. Смотрите, также если мы пройдем вверх до уровня 1.2640, то у нас формируется восходящая усеченная конструкция. Давайте на H4 перейду. То есть, если мы сейчас поднимаемся сюда. Ну, естественно, мы с вами войдем в покупку. То строим наклонный канал по этой восходящей конструкции. Дело в том, что на H4, если мы смотрим на скользящие, то здесь вроде бы как тренд и нисходящий. Поэтому вполне возможно, что уровень 1.2640 сдержит покупателей. А значит, у нас формируется усеченная восходящая конструкция. Построили наклонный канал по той восходящей конструкции, которая будет. И, соответственно, волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и продали. Вот такая продажа, мне кажется, наиболее интересная. Вот именно такая продажа. То есть, такая продажа на будущее. А валютная пара американский доллар, канадец. Здесь у нас может быть вполне покупка. Покупка на откате Б. В таком случае мы предполагаем, что это А вниз трехволновка, которая у нас сейчас, вот наша трехволновочка. Это волна Б, а верх волна АС, БЦ, ЦЦ. То есть, на пробитии максимума, вот он наш максимум, 1.4102, даже 1.4103. Мы рассматриваем покупку. Мы предполагаем, что это АС, А в волне Ц. Это БЦ и верх волна ЦЦ. Покупка на формирование восходящей конструкции. Что здесь важно учитывать? Ну, смотрите, здесь у нас тень. Все-таки, наверное, был уровень скорее здесь. Поэтому 1.4160. Фиксация 1-2 прибыли, перевод сделки без убыток. А, ну, стоп, конечно, за уровень ставим сюда. То есть, за усеченку ставим стоп. Стоп 1.3997. Первая цель 1.4160. Я понимаю, что это мало. Я прекрасно понимаю, но здесь был какой-то разворот. То есть, почему-то, по какой-то причине, именно отсюда цена развернулась, пошла вниз. То есть, неважно, зачем думать, почему, зачем искать причину, когда мы знаем, что это произошло. И мы это знаем, и это было действительно так. Поэтому, вот она, первая цель. А дальше натягиваем фибосетку на волну А. Натянули фибосетку, и уровень 138.2. Но здесь давайте немного ниже возьмем, потому что здесь у нас вот был какой-то уровень. Или даже, может быть, 120. Давайте 123.6. Все-таки здесь 123.6 работало намного лучше, именно как разворотный уровень. Поэтому 1.4250 – это наша, конечно, цель. Отличная цель. 1.4250 – это для покупок. И когда нам рассматривать продажи. Так, а продажи, кстати, можно как вариант рассмотреть по текущему общему нисходящему тренду. Потому что, если мы вот так вот сделаем, то мы видим, что здесь вроде бы как тренд и нисходящий. Поэтому продажу рассматриваем на пробитии. На пробитии 1.40 рассматриваем продажи. Что это будет за продажа? В таком случае мы предполагаем, что вот это вниз – это волна А. А вверх – вот эта вот волна – это волна Б. Ну, а вниз, соответственно, волна С. Вот она, волна С. А точка входа на откате Б. Почему на откате Б? В таком случае мы предполагаем, что это вниз волна А. Это Б. Это А, С, Б, С, С, С. Обязательно, если мы продаем ниже 1.40 ровно, то на ловушке. Вот она наша ловушка. 1.38.64 фиксация 1-2 прибыли. Перевод сделки без убыток. Стоп кидаем за максимум 1.41.60. То есть за волну Б. А первая цель 1.38.64. А дальше 1.36.63. В принципе, здесь хороший уровень исторический. Поэтому 1.36.63 – это следующая цель для продажи. Австралийский доллар против американского доллара. У нас здесь сформировалась восходящая конструкция. Кстати, было повышение волнового уровня. Вот он, наш наклонный канал по той восходящей конструкции, которая сейчас. В первую очередь мы рассмотрим продажи. Почему мы рассмотрим продажи? Потому что сейчас мы уже находимся в восходящей конструкции. Нам просто уже невыгодно. Дело в том, что мы еще и находимся уже очень близко к ловушке для профи. Поэтому сейчас просто невыгодно. А если, при условии, если мы не пробьем вверх 88.2 по Фибоначчи, это 0.6425, если мы его не пробиваем, то рассматриваем продажу на формировании нисходящей конструкции, где волной А пробиваем наклонный канал восходящей конструкции. А, Б, С. На пробитие волны А мы продаем. То есть здесь у нас должен сработать ордер на продажу селл стоп. Что это будет за продажа? В таком случае мы предполагаем, что вниз это волна А, вверх волна Б, А, С, Б, С, С, С. Обязательно на ловушке 0.6272, фиксация 1.2 прибыли, перевод сделки без убыток. Это обязательное условие. Ни в коем случае не игнорируем это условие. А дальше для определения профита натягиваем фибосетку на волну А. И цель уровень 138.2 по Фибоначчи 0.6207. Это наша цель для продажи. Так, и когда нам рассматривать покупку? Покупку рассматриваем на перевороте. То есть давайте мы завершим вот эту усеченку. Дело в том, что что мне здесь не нравится. То есть я не против покупок. Я понимаю, что нефть сейчас может подрасти, потому что в принципе все для этого делают. Ну прям очень много что делают для того, чтобы нефть подросла. Если нефть подрастет, понятное дело, что кенгуру тоже подрастет. Но давайте посмотрим на индикатор весом осциллятора. И вы здесь наверняка видите очень сильную расхождение. Даже расхождение. Сейчас если появится медвежий столбик, все это расхождение с выходом за ноль, слом хребта быку. И поэтому не самый лучший вариант для того, чтобы купить. Согласитесь. Второй момент. Смотрим на индикатор стахастик. И мы видим, что цена находится все-таки в диапазоне перекупленности. И это тоже негативный сценарий для покупок. Поэтому, именно поэтому сейчас здесь покупки я не рассматриваю. Просто индикаторы говорят все-таки о слабости. И я думаю, что мы должны все-таки сходить вниз. Как минимум, просто для того, чтобы получать повышение волнового уровня. И были силы для того, чтобы дальше идти вверх. Если мы идем вниз, но не идем как мы это хотим. То есть мы не берем нашу первую цель на ловушке. Мы не берем вторую цель. То, соответственно, мы попадаем на волну B. То есть это будет A, это будет B. По этой B строим наклонный канал. То есть по той трехволновке, которая будет. И покупка на формировании восходящей конструкции. Волной A пробили наклонный канал. Получили коррекцию волну B. И купили. Купили на формировании восходящей волновой конструкции. Если мы рассматриваем такую покупку, то первая цель это максимум, который будет. Вторая цель это максимум, который уже есть у нас в диапазоне. 0,6442. И дальше, кстати, мы здесь пробили наклонный канал, если я не ошибаюсь. Да, да, мы пробили наклонный канал восходящей конструкции. Тем самым получили повышение волнового уровня. Ну вот, кстати, для коррекции маловато. Я думаю, что все-таки было бы неплохо сходить вниз. Получить здесь усеченку. Хотя бы, то есть, для того, чтобы мы закрыли свою первую цель на ловушке. Дальше уже можно будет идти вверх. И, кстати, как вариант, можно будет рассмотреть покупки. Очень будут интересные покупки, если мы сходим вниз и протестируем 0,6272. Дело в том, что в таком случае у нас будет нисходящая усеченная конструкция, где это будет A, это будет B и это будет C. Тогда нам нужно будет построить наклонный канал по этой нисходящей конструкции. Ну и, соответственно, можно будет войти на завершение этой конструкции. То есть, тоже при усеченке. Да, сейчас тренд восходящий, я не спорю. Тренд восходящий, но мы видим, что есть слабость для восходящего движения. Я не спорю, что тренд восходящий. Я же поэтому и рассматривал и по евро-доллару покупки. Потому что я понимаю, что тренд восходящий. И по фунту я для вас строил торговый план на покупку. Но просто сейчас эту валютную пару отрабатывать невыгодно в покупку. Ее можно было здесь отрабатывать, точка входа на откате B, по системе умная торговля. То есть, A, C, B, C, C здесь купить. Но дело в том, что если бы здесь вы купили, то здесь вы бы уже могли закрыть 1 к 1. 29 вверх прошли, а стоп можно было под эту усеченку поставить 27. То есть, 1 к 1 вы бы уже заработали и ваши риски были бы равны нулю. То есть, смысл в чем? Сначала нужно срезать риски, а потом заработать. Поэтому я стараюсь находить только те точки входа, которые с большей вероятностью дадут заработать. И все. То есть, вот, в принципе, и весь секрет. Тут секретов-то особо никаких и нет. Так, здесь мы разобрали с вами покупку и продажу. Новозеландский доллар против американского доллара. Здесь то же самое. Мы идем вверх. В принципе, не странно. Нефть, кстати, я думаю, что тоже должна идти вверх. Пока вот презентация занималась, нефть немного упустил. Нет, кстати, нефть пока еще стоит, упирается 26.39, даже вот больше вниз. Но здесь сильный уровень. Здесь очень сильный уровень поддержки, который мы пробить пока не можем по нефти. Так, возвращаемся к новозеландскому доллару. А здесь у нас восходящее движение. И мы можем... Покупки могли быть. Могли быть покупки на формировании восходящей конструкции. Кстати, здесь была и фрактальная покупка в том числе. То есть, здесь был фрактал старта, сигнальный фрактал. Помните, я проводил вебинар по фрактальному анализу. То есть, можно было просто по фрактальному анализу здесь купить. И было бы все очень даже хорошо. То есть, ну, выше 135. Вы помните, я использую 135. Ну, потому что именно во фрактальном анализе используется 135 экспоненциальная скользящая средняя. То есть, у нас здесь появился фрактал старта. После этого здесь появился сигнальный фрактал. Но если поставить индикатор фрактала, то вы, конечно же, увидите сразу здесь фракталы. Ну, и, соответственно, верх покупки. Давайте даже поставим вставку индикаторы. Фрактал. Окей. Вот он наш. Вот он фрактал старта. Вот он сигнальный фрактал. Ну, и на пробитие фрактала старта покупка. То есть, все, в принципе, по классике фрактального анализа. Ну, или это можно сказать ABC. А, В, С. Ну просто вы помните, что смысл фрактального анализа, то есть в фрактальный анализ входит определение тренда и паттерна 1, 2, 3. То есть здесь на самом деле подход очень грамотный. Почему? Потому что в принципе любой фрактал, можно сказать, что это фрактал старта. Любой, любой, совершенно любой. И поэтому мы стараемся это делать именно на начале тренда. То есть мы понимаем, если у нас цена оказывается выше 135, то это значит, наверное, возможно, быть может, здесь начался восходящий тренд. После этого мы ждем коррекцию, коррекция нам дает сигнальный фрактал, после этого мы покупаем. Вот видите, вы даже стоите в покупке, все правильно. В принципе здесь все очень грамотно, все очень правильно. В то же самое время здесь был вход и по торговой системе умная торговля, потому что в систему-то и входят основы определения тренда и следования за трендом. Ну это волновой анализ, он в принципе по-нормальному так и должен работать. Итак, сейчас мы идем вверх, уже поздно покупать, то есть покупки мы определились были здесь. Ну не спустя же 50 пунктов запрыгивать, ой, надо запрыгнуть, а то вдруг не успели. Ну согласитесь, дорого. Дорого, поэтому и опять-таки нам стахастик сейчас говорит о явной перекупленности, поэтому скорее всего мы протестируем нашу ловушку, а дальше уже можем и сменить в том числе тренд. Поэтому, как вариант, строим наклонный канал по восходящей конструкции, которая будет. Смотрите, сейчас я построил наклонный канал преждевременно. Это для новичков очень большая ошибка, но если мы с вами хотим составить торговый план, то его необходимо строить, чтобы мы могли ориентироваться вообще, куда нам смотреть. Общий тренд на H4 мы видим, что явно нисходящий. Сейчас цена находится в диапазоне скользящих. Это хорошая возможность именно для того, чтобы продать. Это отличная возможность для того, чтобы продать. Поэтому нам необходимо подняться вверх, в диапазон ловушки. Это хорошая цель. И если мы даже пробьем эту ловушку, это будет еще лучше, потому что возможно здесь будет ложный пробой. Поэтому вариант номер один, это отрабатываем ложный пробой, если он будет. Вот он наш уровень сопротивления. Если мы его пробиваем, формируем пин-бар, формируем вечернюю звезду или, может быть, поглощение, то есть хорошую, качественную разворотную фигуру, тогда мы продаем. Вариант номер два, если мы опять-таки поднимаемся вверх, то на формировании нисходящей конструкции пробили наклонный канал, получили волну коррекции и продали. Продали на формировании нисходящей конструкции. Это среднесрочный торговый план, потому что это таймфрейм H4. Поэтому, я же говорю, как вариант, можно просто дождаться ложного пробоя, который с большой вероятностью может произойти. Поэтому мне вот с ложным пробоем нравится даже немного больше. Валютная пара американский доллар-гена. Здесь у нас, кстати, был ложный пробой. Вот он, этот ложный пробой, который неплохо отработался. По ложному пробою, кстати, тоже проводил вебинар. Согласны с тем, что здесь ложный пробой? То есть мы прям красиво стрельнули вверх, сильно пробили, показав силу. Но при этом H1 нам о чем говорит? О том, что тренд явно не вверх. Ну, 100% он не вверх, он вниз. То есть на H1 тренд у нас нисходящий, и я думаю, отрицать это просто невозможно. Поэтому, как нам торговать? Кстати, вверх мы пробили 88,2 или нет? Я думаю, что нет. Да, 88,2 мы не пробили. О чем это говорит? О том, что возможно, что это вниз А, это В, а дальше будет волна С. Давайте рассмотрим более раннюю точку входа, потому что дело в том, что здесь я не хочу почему входить. В принципе, технически можно здесь войти, но здесь нужно будет перевести сделку без убыток. Давайте покажу. Если мы здесь входим, то это получается А, С, Б, С, Ц, Ц. То есть это А, Б, А, С, Б, С, Ц. В принципе, можно. Но, если мы рассматриваем такую точку входа, то нам необходимо будет поставить 100+, 108,07. Это будет в пунктах 78 пунктов. А первую цель взять на ловушке. 31. То есть соотношение, мягко говоря, не очень. Именно поэтому мне такая точка входа нравится меньше. Но, если вы будете такую точку входа отрабатывать, то обязательно, необходимо перевести сделку без убыток, зафиксировать 1,2 прибыли на уровне 106,97. Обязательно. То есть обязательно, 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 обязательно. Без этого ни в коем случае нельзя. Разобрали здесь с вами продажу позднюю. И давайте разберем продажу раннюю. Перейдем на меньше таймфрейм. Например, М15 можно. Гэп нам все испортил. А, Б. Да. Да. Гэп нам, конечно, напакостил. Так, напакостил. Так. Но здесь у нас тоже... Ну вот, давайте сделаем вот так. Дело в том, что пиво 2 волны С пробит. Поэтому наклонный канал, я думаю, что будет пробит. Ну и нам и пиво-то достаточно. Дело в том, что сейчас нам нужно получить повышение волнового уровня. Изначально у нас вот такая сейчас нисходящая конструкция. Это волна А, коррекция волна Б. И вниз волна С. Мы уже находимся в волне С. Поэтому сейчас входить в продажи уже нельзя. Нужно получить повышение волнового уровня. Как его получить? Для этого необходимо пробить наклонный канал. Пробить наклонный канал нисходящей конструкции. То есть мы получаем волну коррекции. Вот она наша волна коррекции. И продаем на пробитии предыдущего минимума. Ну то есть если мы сейчас пойдем как раз на повышение волнового уровня, то продадим ниже 107.61. Отличная будет продажа. Надеюсь, что сейчас пойдем вверх. То есть для того, чтобы установить отложенный ордер на продажу. Такая точка входа будет на Аткате Б. И здесь уже на уровне 107.29 мы зафиксируем первый профит. Это очень важно. То есть мы здесь уже зафиксируем первый профит. Переведем сделку в без убыток. Стоп, конечно, кидаем за максимум. Переведем сделку в без убыток. А дальше 106.97. То есть дальше у нас как раз и будет цель наша ловушка. То есть если мы сейчас пойдем вверх на повышение волнового уровня, продажа 107.61. Первая цель ловушка 107.29. Вторая цель 106.97. Так, здесь мы с вами тоже разобрались. Золото. Что у нас интересного по золоту творится? Дни спустились, диапазон скользящих. В принципе, вполне естественно, мне кажется, такое движение. Когда нам покупать? Покупаем по фракталам. Все просто. Тренд восходящий, восходящий. Для того, чтобы купить, необходимо подняться вверх, пробить 135-ю экспоненциальную скользящую. А, даже здесь 150-я. Давайте ее исправим на 135-ю. Все-таки раз мы используем фрактальный анализ, то необходимо использовать 135-ю, а не 150-ю. Это принципиально важно на самом деле. А волной А пробиваем скользящую. Получаем фрактал старта. Ну, то есть у нас появляется фрактал. После этого здесь у нас появляется сигнальный фрактал. То есть та самая коррекция волна В. И покупка на пробитии фрактала старта по текущему восходящему тренду. Мне кажется, отличная будет покупка. Цель. Первая цель 1739. Тоже замечательная цель. А дальше смотрим уже по ситуации. Ну, стопки даем, естественно, под уровень. Покупка. Пока по золоту рассматриваю покупки, потому что тренд у нас не изменился. Тренд восходящий. То есть пока только покупки. Продажа, может быть, будет здесь от уровня. Может быть, будет ложный пробой. Можно будет попробовать отработать. Apple. Как вариант, мы можем продолжить восходящее движение по фондовому рынку. Но сейчас дорого. Сейчас дорого. Смотрите, у нас здесь и дивергенция. Вот она наша дивергенция. И перекупленность. Ну и опять-таки, если анализировать отчеты компании, естественно, Apple не сможет хорошо отчитаться. Это невозможно. Просто технически невозможно. Поэтому давайте все-таки получим нисходящую трехволновку, что нам даст повышение волнового уровня. И тогда уже будем покупать по выгодной цене. Я думаю, что все-таки мы должны вниз сходить. Ну хотя бы на коррекцию. Хотя бы на коррекцию. Как только будет первый отчет, то мы сразу пойдем вниз. Потому что отчет не может быть хороший. Просто это невозможно. С чего бы он был хороший? Поэтому получаем нисходящую трехволновку и покупка на формирование восходящей конструкции. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и купили на формирование восходящей конструкции. Вот такая покупка. Обязательно на уровне сопротивления, фиксации одной-второй прибыли, перевод сделки без убыток. А дальше смотрим уже по ситуации. Facebook в принципе ровно то же самое. Такой же график, ничем не отличается. То же самое расхождение. Никаких сомнений. Здесь у нас была дивергенция. Здесь уже дивергенция переросла в расхождение. Здесь у нас очень сильный уровень сопротивления. Мы видим, что он действительно уровень. И поэтому я не горю желанием сейчас запрыгивать. Я считаю, что это дорого. Давайте спустимся вниз, получим повышение волнового уровня. Пока рассматриваю покупки, потому что как-то очень сильно хотят работать. И хотят запустить экономику. Поэтому думаю, что быть может и отрастем. Покупка на формирование восходящей конструкции в завершении коррекции предполагаемой. Волной А пробили наклоны канала, получили коррекцию волну Б. И после этого покупка. Покупка на формирование восходящей конструкции. Сберегательный банк. Смотрите, тут такая ситуация. При кризисе банковский сектор страдает. Очевидно. Но здесь есть и другая сторона медали. Дело в том, что если подпишут договор о ипотеке 6%, 6% подразумевается как? Что процентная ставка выше, но все, что свыше 6% оплачивает государство. Поэтому если все-таки подпишут о 6% ипотеке, тогда возможно это спасет банковский сектор. Потому что люди будут брать ипотеку, потому что согласитесь, 6% это дешево. По сравнению с теми 5 лет назад минимум 15% Я думаю, кто следит за рынком недвижимости, тот знает, что раньше ипотеку могли позволить только богатые. А сейчас она все-таки дешевеет и дешевеет очень сильно. Поэтому двоякое мнение у меня по Сбербанку. С одной стороны, я понимаю, что он дешевый. Я понимаю, что у Сбербанка хорошие дивиденды. Особенно у префов. Но с другой стороны, я понимаю, что первый, кто страдает именно на фоне кризиса. Потому что я в принципе на прошлой неделе уже объяснял, что не будут отдавать кредиты некоторые люди, потому что нет денег просто. Опять-таки, не будут отдавать кредиты некоторые предприятия, потому что просто подадут на банкротство. И все. И получается, что банки на этом потеряют. Однозначно потеряют. Я думаю, что все-таки еще просядем. Я понимаю, что с ипотекой это большая, хорошая новость для банковского сектора. Но пока еще указа этого я не видел. То есть я слышал о желании 6%. Но указа о том, что да, действительно, государственная ипотека 6%. Да, действительно, банки ее дают. Пока этого я еще не знаю. То есть я пока еще такого не слышал. Поэтому по Сбербанку я, наверное, пока возьму паузу. Дело в том, что я хочу купить Сбербанк. Если на долгосрок, можно. На долгосрок. Если на... Вот, кстати, как говорят, может быть выше все-таки попробовать. Вот здесь вот купить. Выше 192.17 со стопом под пенбар. Со стопом 183.62. Дело в том, что это все... Если это все правда с ипотекой, то мы можем как минимум сюда до уровня сопротивления 200 дойти. Поэтому если мы покупаем, то на 200 фиксация 1.2. Это первая цель. Ну а дальше уже смотрим по ситуации. Аэрофлот. Рассматривали продажу на формирование нисходящей конструкции. Самолеты, в принципе, вниз мы пошли, как мы этого с вами и ожидали. Здесь вы уже должны были войти в продажу. Вниз прошли, но прошли не сильно. Опять-таки, прошли не сильно на том фоне, что когда-то коронавирус закончится, а самолеты будут летать всегда. Тем более, будет работать аэрофлот. То есть, аэрофлоту никто никогда не даст загнуться. Это невозможно просто. Поэтому аэрофлот в любом случае вытащат. И, как вариант, кстати, можно уже пробовать покупать выше 74.76. Так, покупка 74.76 в топ-лосс под зеркальный уровень 70.68. А ближайшая цель 79. Даже, наверное, давайте немного ниже. Так, по уровню 78.72. Это ближайшая цель для покупки. Магнит. Что у нас интересного по магниту? Магниту, на самом деле, я думаю, что есть вариант спуститься вниз. Потому что сейчас, во-первых, уже мы сильно отрастали. У нас очень маленькая коррекция. Поэтому я думаю, что от уровня 307 на ложном пробитии можно искать покупку. То есть, от уровня 307. Так, и бренд. Ну, по бренду мы с вами уже определились, что у нас по-прежнему уровень поддержки 26.19. Пока он еще не пробит. Цена ниже его не закрепилась. Опять-таки, если мы посмотрим с вами на индикатор весомоциллятор, то здесь, конечно же, есть дивергенция. Ну, в принципе, это неудивительно. Если мы с вами посмотрим на стахастик, то здесь то же самое. То есть, здесь явная перепроданность. И это все говорит не в пользу продаж. Не в пользу продаж. Поэтому давайте, как вариант, в принципе, можно на формировании восходящего паттерна. 1, 2, 3. Вот я построил наклонный канал. То есть, строго, строго на формировании. Давайте перейду на меньший таймфрейм. Перешел. И, соответственно, покупка. Волной А пробили наклонный канал. Получили коррекцию волну В и покупка. Почему покупка? В принципе, в диапазон 30 долларов мы можем спокойно подниматься. То есть, это нормальная такая комфортная зона. Поэтому первая цель 29.74. Вот отличный зеркальный уровень будет. Дальше 33. Ровно. Ну и думаю, дальше 33 и не пойдем. Ну и сейчас покупка. А уже отсюда можно будет искать продажи. Опять-таки, на завершении восходящего тренда. И индекс SP500. Здесь у нас восходящая конструкция. Продажи рассматриваем строго на завершение. Впрочем, так же, как и на прошлой неделе мы с вами делали. Строго на завершение восходящей конструкции. Никак по-другому. Потому что сейчас тренд восходящий. Понятное дело, что он уже устал. Понятное дело, что у нас есть дивергенция. Да, я уверен, что если поставить сюда стахастик, то стахастик нам окажет явную перекупленность. Давайте даже поставим ставку, индикаторы. Осцилляторы, стахастик. Окей, ну вот она. Вот она эта перекупленность. Это все-таки не в пользу покупателей говорит. Поэтому получаем нисходящую трехволновку. Можем продать. А покупки на перевороте. То есть строим наклонный канал по той трехволновке, которая будет. Ну и соответственно, волной А пробили наклонный канал. Получили коррекцию волну Б и купили. То есть здесь в принципе ничего такого сложного нет. И давайте разберем биткоин. Что у нас интересного? Здесь, кстати, формируется плэт. Биткоин кидает со стороны в сторону. Давайте немного уменьшим, чтобы увидеть как можно больше. Кстати, как вариант можно продать ниже 7 056 655. Что это будет за продажа? В таком случае мы предполагаем, что это вниз волна А. Вверх волна Б. Кстати, она усеченная. То есть если мы разобьем ее на подволну, то мы увидим, что это А, Б, С. И соответственно, вниз волна А, С, Б, С и С. Вот такая у нас получается продажа. Ничего сложного в этой продаже нет. Ниже 7 057 мы рассматриваем продажу. Ну, а покупка может быть на перевороте, в принципе, как вариант. Если мы сформируем эту нисходящую конструкцию, строим наклонный канал по этой нисходящей конструкции и покупка на перевороте. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волны Б и покупка. Обязательно на ловушке фиксация 1 2 прибыли, перевод сделки без убыток. А дальше можно держать вот у нас неплохой уровень 7 457 500. Это наши цели. Так, в принципе, мы все разобрали. У меня на этом все. Если у вас есть вопросы, то я на них давайте отвечу. Если нет вопросов, то, думаю, можно приступать к торговле. Так, вопросов, я так понимаю, нет. Правильно? Отлично. Я вам желаю прибыльной торговли. Завтра будет интересный вебинар, поэтому обязательно приходите в 19.30. Возможно, придется также делать по трансляции, но я к этому подготовлюсь заранее, просто я не знал, что не запустится сегодня вебинарная комната. Поэтому в любом случае в 19.30 мы начнем. Или по вебинарной комнате, или здесь на YouTube. Всего вам доброго. Да пребудет с нами профит. Пока. Продолжение следует...